233 тысячи рублей. Такую сумму требует от семьи 11-летнего мальчика областная детская больница. Прибор ребенок носил всего сутки, но вернул без батареек и флеш-карты. В итоге ни аппарата, ни анализов. Экспертиза показала, что случай не гарантийный. Устройство уронили в воду. Ремонту оно не подлежит, но возместить стоимость аппарата многодетная семья не в силах. Защита говорит, родителей об ответственности за порчу имущества не предупредили, а сам прибор передали неправильно. Кроме того, в случае обнаружения дефектов составляется акт осмотра прибора с указанием на выявленные недостатки. Поскольку ИСЦОМ ГБУС ВОДКБ не было оформлено соответствующих документов, материальная ответственность за сохранность прибора не была возложена на ответчика, риски за сохранность прибора несет сам ИСТЕЦ. Представители больницы говорят, в учреждении всего 4 таких прибора. Учет ведется в специальном журнале. Но основной документ, на который опирается ИСТЕЦ, это объяснительная матери ребенка. Ее зачитали в суде. К назначенному времени принесли прибор в больницу. Порчу имущества произвели неумышленно. Готовы материально возместить ущерб, оплатив ремонт, если он возможен. И она признает, что прибор был испорчен и принесла его в разобранном виде, соответственно, и сдала в медицинское учреждение. В палате по защите прав пациентов говорят, Люди должны нести ответственность за медицинское оборудование, которое им выдает больница. Страхование аппаратов, которые стоят сотни тысяч и даже миллионы рублей, бюджет региона потянуть не может. Да и такой статьи расходов просто нет. В этой ситуации есть только проигравшие, к чему бы ни пришло у нас законодательство. Потому что, безусловно, нужно говорить об ответственности и не портить имущество. Вообще нужно больше личной культуры, уважения к врачам, к лечебным учреждениям, личной ответственности за те возможности по обследованию, которые предоставляет лечебное учреждение в рамках полиса ОМС. Суд назначил товароведческую экспертизу, чтобы определить точную стоимость испорченного прибора. Будет принята во внимание и степень его износа. Следующее заседание состоится 11 февраля. Григорий Кошкин и Олег Маньков. Губерния 33.